Как работает гидроусилитель руля? Гидроусилитель руля позволяет с помощью энергии потока жидкости увеличить усилие, прикладываемое к рулю. Но как это достигается? Само понятие усилитель подразумевает увеличение мощности сигнала. В рулевом механизме сигналом будет поворот руля. Усиливается он в гидравлическом усилителе с помощью энергии жидкости, подаваемой насосом. Рассмотрим этот механизм подробнее. Вращение на вал насоса передается от двигателя с помощью ременной передачи. При вращении вала насос нагнетает жидкость. Она поступает к распределителю, который позволяет направить жидкость в одну из полостей гидроцилиндра. Поступая в полость гидроцилиндра, жидкость будет заставлять перемещаться поршень, к которому присоединен шток. А шток, в свою очередь, соединен с рейкой или же выполнен с ней единой деталью. С одной стороны не самая сложная конструкция, с другой стороны мы отметили лишь основные данные, но уже упомянули несколько устройств. Насос, гидроцилиндр и распределитель. Если вы хотите узнать о них больше, то посмотрите на нашем канале ролики об устройстве и работе насосов, гидроцилиндров, распределителей. Рассмотрим подробнее работу гидроусилителя руля. Для подачи жидкости в автомобильные и тракторные усилители руля обычно используют пластинчатые или шестерённые насосы. Чтобы ограничить максимально допустимое давление, установим на выходе насоса предохранительный клапан. Жидкость воздействует на шарик с одной стороны, с другой он поджат пружиной. Когда давления в системе будет достаточно, чтобы сжать пружину, клапан откроется и пропустит жидкость на слив в бак, ограничив рост давления в системе. Насос всасывает жидкость из бака и подаёт её к распределителю. В гидроусилителях используют разные конструкции распределителей. В этом видео мы рассмотрим распределитель с поворотным золотником, который применяется в гидроусилителях легковых и некоторых грузовых автомобилей. Ранее мы отметили, что нам нужно усиливать сигнал, который подаётся с помощью поворота руля. Чтобы этот сигнал усилить, его нужно воспринять и правильно преобразовать. Эту функцию и выполняет распределитель. Золотник распределителя соединён с рулевым валом. При повороте руля вращается и золотник. Выполним в золотнике канавки, которые при повороте в одну сторону будут соединять напорную линию насоса с левой полостью гидроцилиндра, а правую полость со сливом. А при повороте в другую сторону правую полость гидроцилиндра будут соединять с насосом, а левую со сливом. Это позволит при повороте руля подавать жидкость от насоса в нужную полость гидроцилиндра и поворачивать рейку и колёса. Но достаточно ли этого? Нет. Что произойдёт, если мы немного повернём руль и остановим его в этом положении? Жидкость от насоса через приоткрывшиеся окна в золотнике распределителя начнёт поступать в одну из полостей гидроцилиндра. Поршень и шток будут перемещаться. Колёса поворачиваться. Мы остановили руль. Но жидкость по-прежнему поступает в полость гидроцилиндра. Значит и поршень движется, и колёса поворачиваются. Такое управление нас не устраивает. Получается, что нужно отслеживать ещё и положение колёс или связанные с ними рейки. И когда они достигли нужного положения, останавливать движение. Получается, что нас интересует рассогласование между положением руля и положением рейки или колёс. Придётся усложнить конструкцию распределителя и добавить в неё несколько деталей. Поворотную втулку, которая будет соединена с шестернёй, взаимодействующей с рейкой. Втулка в процессе работы будет поворачиваться. Но в то же время она должна быть соединена с каналами в корпусе для подвода и отвода жидкости. Поэтому на втулке выполнены кольцевые проточки, обеспечивающие возможность течения жидкости вне зависимости от угла поворота втулки. Также во втулке выполнены отверстия, через которые жидкость будет поступать к золотнику или отводиться от него. Также в конструкцию добавим торсион. Специальную деталь, предназначенную для длительной работы на скручивание. С одной стороны с помощью штифта соединим торсион с золотником. С противоположной стороны соединим торсион со втулкой. Рассмотрим, как работает получившийся механизм. При повороте руля начинает поворачиваться и золотник. Колеса с рейкой пока неподвижны. Это значит, что неподвижна и поворотная втулка. Торсион скручивается, в результате чего золотник проворачивается относительно втулки. При повороте золотника жидкость от насоса через канавки поступает в одну из полостей гидроцилиндра, а вторая полость соединяется со сливом. Поршень со штоком начинает перемещаться, увлекая за собой рулевую рейку, колеса, и заставляя вращаться поворотную втулку. Когда она вернется в положение соответствующей позиции колес при данном повороте руля, каналы перекрываются. Жидкость перестанет поступать в полость цилиндра, поворот колес прекращается, а торсион больше не скручен. Чтобы торсион нельзя было скрутить слишком сильно, ограничим величину скручивания с помощью паза на золотнике. При максимально возможном рассогласовании между положением золотника и поворотной втулки, палец упрется в кромку паза, что не позволит дальше скручивать торсион. Очень важно, что такая схема оставляет механическую связь между рулем и рейкой. Даже если гидроусилитель откажет, колеса можно будет провернуть, вращая руль. Но для этого потребуется приложить большое усилие, ведь гидравлика уже помогать не будет. Это не единственно возможная конструкция распределителя. Существует множество вариантов распределителей, и не только с поворотным, но и с линейно перемещающимся золотником. Напишите в комментариях, если вы хотите узнать больше о гидроусилителях руля с такими распределителями. Распределитель – одна из самых сложных составляющих гидроусилителя руля, но есть и другие. От распределителя жидкость поступает в одну из полостей гидроцилиндра. Объем поступающей жидкости вытесняет поршень, заставляя его перемещаться. Главное – дать возможности жидкости вытечь из противоположной полости в бак. В противном случае поршень будет зажат. Сила, которую может развить гидроцилиндр, определяется как произведение давления на площадь, на которую оно воздействует. Полученный гидроусилитель может работать, но комфортной его работу не назовешь. А связано это с тем, что двигатель работает на разных оборотах. Значит и вал насоса будет вращаться с разной скоростью. Подача насоса определяется как произведение его рабочего объема на частоту вращения. При изменении частоты будет изменяться и подача, а значит и скорость движения штока гидроцилиндра. То есть при одних оборотах колеса будут вращаться быстрее, при других – медленнее. Чтобы избавиться от этого эффекта, добавим в систему регулятор расхода. Работает он следующим образом. В системе установлено постоянное гидравлическое сопротивление – дроссель, а перед ним расположен клапан, содержащий золотник поджатой пружиной. На один торец золотника воздействует давление жидкости перед дросселем. На другой – давление за дросселем. Перепад давления на дросселе зависит от расхода. Чем больше расход, тем больше перепад. Этот же перепад давления определяет положение золотника клапана. При увеличении расхода клапан будет приоткрываться и пропускать часть жидкости на слив. Рассмотрим работу усилителя при увеличении частоты вращения вала двигателя. Подача насоса в этом случае также возрастает. Из-за увеличения расхода потери на дросселе также возрастут. Это значит, что разница между давлением в точке 1 и давлением в точке 2 увеличится. Из-за снижения давления в точке 2 золотник сместится и сожмет пружину сильнее, увеличив проходное сечение для отвода жидкости в бак. Это не значит, что вся жидкость пойдет на слив. Поток будет делиться. Часть жидкости поступит к распределителю, а часть будет отправлена в бак. Использование показанного устройства позволяет сделать так, что к распределителю будет поступать постоянный расход жидкости, вне зависимости от частоты вращения вала двигателя, а изменяться будет лишь величина расхода, отправляемого на слив. Рассмотрим еще один важный момент. Что происходит, когда нет необходимости подавать жидкость в одну из полостей цилиндра? В этот момент насос качает жидкость в тупик, и давление в системе в этот момент будет максимальным, равным давлению настройки предохранительного клапана. Такая работа под нагрузкой значительно повышает износ насоса, к тому же расходуется энергия двигателя, а пользы от проделанной работы нет. Чтобы снизить давление в системе в те моменты, когда она не задействована, можно добавить электромагнитный клапан, который будет открываться в те моменты, когда гидроусилитель не используется, и отправлять жидкость на слив. Такая система позволит экономить энергию и повысить ресурс оборудование. Ещё одним вариантом повышения экономичности является использование электрогидроусилителя руля. Принципиально он похож на обычный гидроусилитель, только вал насоса в нём приводит в движение не основной двигатель внутреннего сгорания, а дополнительный электродвигатель. Напишите в комментариях, о каких усилителях руля вы хотели бы посмотреть видео. Электроусилителях, электрогидравлических усилителях, тракторных усилителях.